Приветствую вас, друзья! Меня зовут Евгений Гончаров. Менее двух недель осталось до лекционной программы доктора Джона Койса «Практические аспекты протезирования на имплантах». В первую очередь хочу поблагодарить всех зарегистрированных участников. Основная регистрация была закрыта уже в середине апреля. Для тех же, кто еще не успел зарегистрироваться и попал в список ожидающих, у меня есть хорошая новость. Открыты дополнительные места в главном зале. Очень советую поторопиться, так как времени и мест остается очень мало. Хотелось бы несколько слов сказать о лекционной программе. Данная лекция, третья по счету лекция доктора Койса в Москве, является продолжением модульной программы постдипломного образования в стоматологии. Тема данной лекции – практические аспекты ортопедического восстановления имплантов в каждодневной практике. Вот что доктор Койс рассказал о готовящейся лекции. Идея двухдневного семинара в Москве будет, сначала, организовать импланты, измерение. Помогите в стоматологию. Мы рассмотрим стоматологию, в основном, заболевание. Помогите в слово оставшемуся. Те яс. платья, листья, 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 листья. Хорошая компания. Тогда мы будем говорить о том, что все происходит, заболевание и упражнения. Субтитры делал DimaTorzok Сегодня плантология требует комплексов. Сегодня плантология требует комплексный подход и междисциплинарную интеграцию уже на этапах обследования, диагностики и планирования лечения. Требования современной стоматологии выходят за рамки возможностей какой-либо отдельной специальности или специализации. Даже самые простые в кавычках случаи требуют совершенно новое направление клинического мышления, сочетающего в себе глубокие фундаментальные знания принципов биологии, а также гибкость и быстроту в усвоении современных технологий, включающих разработку новых материалов, протоколов их использования и также оценки их клинической эффективности и финансовой доступности, как для врачей, так и для наших пациентов. В клинической системе доктора Койса имплантология имеет наиболее ярко выраженный междисциплинарный подход. Успех имплантологической реабилитации зависит от множества факторов, что находит свое отражение во всей клинической системе. Системность подхода к диагностике и доказательная обоснованность клинической методики позволяет выработать наиболее оптимальный индивидуализированный план реабилитации в каждом конкретном случае, что включает в себя выбор системы имплантов, дизайна платформы, последовательность этапов проведения хирургической фазы лечения, решение о выборе провизорной конструкции, способов снятия слепков, выбора дизайна кончательной реставрации и т.д. Индивидуальный план лечения основывается на оценке системных и местных факторов риска в учете требований лицевой эстетики и физиологического функционирования зубочелюстной системы. В своей двухдневной лекции доктор Койс познакомит с основными элементами системы. Будут четко определены три основные категории рисков имплантологического лечения. К первой категории относятся причины отсутствия остеоинтеграции, причины, по которым наступление остеоинтеграции не происходит. Во второй категории рисков – потери интеграции после восстановления имплантов. Будут рассмотрены факторы местного и системного характера, вызывающие изменения в тканях, включая воспалительные процессы мягких тканей, а также резорбцию костной ткани вокруг имплантатов. К третьей категории рисков относятся структурные поломки компонентов и разрушение ортопедических конструкций. Будут детально рассмотрены критерии эстетических параметров и локальных факторов риска для получения предсказуемых результатов, связанных с десневой эстетикой около имплантных тканей. В своей лекции доктор Койс остановится на подходе к восстановлению одиночных и небольших по протяженности дефектов отсутствующих зубов, а также рассмотрит случаи при полной адентии. Ну и, конечно же, не обойтись без достижений цифровой стоматологии. Ортопедически детерминированное планирование, основанное на технике виртуального дизайна конструкций, используя методики DSD, а также виртуального планирования постановки имплантов по шаблону, позволяет разработать новые подходы к подготовке имплантологических решений. Доктор Койс поделится своими методиками и наработками в мере своей каждодневной практики. Зарегистрироваться на лекцию, а также более детально ознакомиться с программой лекции проектом Койс Раша можно на сайте koysrussia.com. На главной странице в разделе «Расписание программы» вы можете более подробно почитать о главных образовательных целях и о расписании лекции. В архиве мероприятий вы можете ознакомиться с прошедшими лекциями московскими доктору Койса лекции 2015 года, лекции 2017 года, а также о мероприятиях, которые были пройдены в Койс-центре в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах. Будет интересно ознакомиться с отзывами не только участников московской лекции доктора Койса, но также и участников образовательной программы в Койс-центре в Сиэтле. Если вам интересно, то в разделе «Обучение в Койс-центре» вы можете найти для себя описание программ образовательных, а также, если у вас есть желание, можете отправить запрос и информацию на первый модуль обучения, который пройдет с 16 по 20 сентября этого года. Я благодарю вас за внимание и надеюсь, до скорой встречи 25 мая в Москве на лекции доктора Джона Койс. С вами был Евгений Гончаров. Всего доброго!